С июня правительство России изменило порядок начисления платы за общедомовые нужды. Однако многие управляющие компании и коммунальные предприятия продолжают игнорировать закон. Например, жильцам одного из домов в Краснооктябрьском районе выставили явно завышенные счета завода, и люди были вынуждены пожаловаться в госжиланспекцию. Отношения с управляющей компанией у жильцов дома номер 101 по проспекту Ленина накалились просто до предела. Двор запущен, деревья не поливаются, да и в подъездах влажные уборки – это большая редкость, говорят собственники квартир. Однако плата за общедомовые расходы по воде с них взымается регулярно. Полы у нас никогда не мылись уже на протяжении, может быть, даже десятилетий, пока мы их, как говорится, не заставим, раз в год, может быть, и пройдет уборщица влажную уборку сделает. Поливать у нас нечего, у нас нет ни цветников, ни посадочных деревьев, у нас все это растет, как говорится, естественным путем, поливается от дождя и только. То есть расходы на общедомовые нужды у нас нулевые. А последние квитанции, полученные от управляющей компании, и вовсе изумили людей. В них значились астрономические цифры. И это при том, что весной в многоэтажке установили общедомовой счетчик на воду. Но ожидаемой экономии собственники квартир так и не увидели. Если у нас по нашим платежкам до установки счетчика по нормативу было 52 кубометра воды на весь дом, то после установки счетчика в 10 раз 538, в июне месяце 933 куба. В июне получилась вообще ситуация такая, когда норматив июньский был превышен по общедомовой воде в 48,5 раз. Тщательная проверка госжилинспекции подтвердила. Жалобы жильцов обоснованы. По закону, если расчет платы за общедомовые нужды превышает норматив потребления, то плата должна начисляться по нормативу, объясняют эксперты. Они признали счета, которые местная управляющая компания выставила жильцам на общедомовые нужды по воде, неправомерными. В среднем 53 квадратных метра плата начислена 147 рублей, почти 147 рублей, а должна была начислена быть 3 рубля. Представляете, какая разница колоссальная получается по всему многоквартирному дому. Естественно, со стороны инспекции приняты меры все по этому поводу. Настоящее время вынесено предписание об устранении этого нарушения. Мало того, что устранить, то есть пересчитать людям деньги, произвести перерасчет. Такие случаи незаконной переплаты не только в Краснооктябрьском. Они есть и в других районах Волгограда. Например, в Красноармейском, как выявила проверка, жители нескольких многоэтажек переплатили за тепло более миллиона рублей. Теперь эти деньги им должны вернуть.